Салют, друзья! Тему выхода в свет наушников Sony 1000XM4 с моей стороны обойти стороной было бы не очень красиво. По сути, новинка – это доработанная версия предыдущих Sony 1000XM3, в чем, собственно, заключается отличие – об этом в обзоре. На первый взгляд они остались точно такими же. Тот же пластиковый корпус, идеальная сборка, мягкие амбушюры из эко-кожи. Дизайн однозначно заслуживает лайк. Выпускается также в черном и серебристом цветах. Плавные округлые формы без углов, на чашах разъемы USB Type-C и 3,5 мм, пара физических кнопок на торцах и сенсорная панель справа. Если взять во внимание факт, что 1000XM3 были удобными, то новинка стала еще удобнее. А все благодаря более объемным амбушюрам, которые теперь стали явно шире и глубже. Оголовье также сделали чутко мягче. В Sony 1000XM4 внедрили датчик автоматической паузы при снятии наушников. То есть сняли их, пауза, надели обратно, музыка продолжает играть. Матовый пластик, независимо от цвета наушников, ни марки и отпечатки не собирает. При любых движениях конструкция не люфтит, не скрипит, а внушает надежность. Универсальная кнопка Custom отвечает за шумоподавление, от выключенного до максимального. Активирует пропускание внешних шумов, а также вызов голосового ассистента. При длительном ее удержании срабатывает режим точной калибровки. То есть датчик анализирует форму вашей головы и подстраивает под нее некий алгоритм. Это больше касается людей, которые носят очки. Сенсорная панель здесь запрограммирована идеально. Все нежелательные нажатия сведены к минимуму. Свайп вверх-вниз работает как часы. В управлении мне понравилась голосовая активация. Наушники на голове, музыка играет. Как только вы начнете говорить, микрофоны фиксируют речь и ставят музыку на паузу. Шумоподавление выключается, и микрофоны начинают воспринимать окружающие звуки. Теперь при необходимости с кем-то заговорить, не придется вручную включить паузу или снимать наушники с головы. А стоит только замолчать на 30 секунд, музыка продолжит играть. Этот момент регулируется от 15 до 60 секунд. Как и полагается наушникам Sony, в 1000XM4 реализовано божественное шумоподавление. Я думаю, вы не будете спорить, что оно одно из лучших на сегодняшний день на рынке персонального аудио. По сути, чип, который отвечает за активное подавление шумов, здесь остался прежним. При этом инженеры поиграли с настройкой алгоритмов. Все это позитивно отразилось на адаптивности подавления шумов. Шумоподавление стало заметно эффективнее подстраиваться под окружающую атмосферу. Алгоритм распознает места, которые вы посещали чаще других, замеряет там уровень шумов. Таким образом, система глубже адаптируется к обстановке. Там, где очень шумно, шумодавилка работает на максимуме, и так по убывающей. Через приложение можно настроить места посещения и задать уровень шумоподавления для конкретного места. Кстати, мне порой хватает и пассивной шумоизоляции. Кстати, в приложении Sony Headphones Connect доступно программное улучшение сжатых записей. То есть файлы, которые у вас не в максимальном качестве, можно преобразить по ходу прослушивания. Это касается и прослушивания, например, с Apple Music. Разница в звуке заметна существенно, и заметит ее не только отпетый аудиофил. Режим 360 Reality позволяет слушать музыку через определенные стриминговые платформы из рода Tidal и Deezer. Позволяет существенно расширить объемность и реалистичность музыкальной сцены. Даже сами Sony давно работают над пополнением медиатеки подобных композиций. С источником звука наушники могут соединяться по аудиокабелю и по беспроводу. Беспроводное соединение основано на Bluetooth 5-й версии с поддержкой почти всех аудиокодеков. Почти. Японцы взяли и убрали из новой версии наушников поддержку кодека aptX. В чем причина такого решения, вопрос остается открытым. При этом они добавили мультипойнт. Подключение сразу к двум источникам, будь то телевизор, ноутбук или смартфон. На полном заряде батареи наушники могут работать до 30 часов при шумоподавлении и до 38 часов без него. В зависимости от плотности использования, заряжать их придется раз в неделю, а то и в две. Музыку при полностью посаженной батарее можно слушать через комплектный аудиокабель. Вышеперечисленные показатели автономности достижимы при прослушивании на средней громкости с использованием стандартных кодеков. Кодек LDAC может заметно потрепать автономность. Полная зарядка аккумулятора через кабель USB Type-C достигается за 3 часа. 10 минут подзарядки обеспечат аж 5 часов музыки. По сравнению с предыдущими соньками, в этих разговаривать по гарнитуре стало заметно лучше. Раньше претензии возникали буквально у всех пользователей. Сейчас великие японские умы явно поработали над микрофонами. Теперь созваниваться и разговаривать можно без лишних нервов. При шквальном ветре или стоя на окружной могут возникать нюансы, но фоновых шумов стало меньше. Наушники, как и подобает на таком уровне, звучат исключительно круто. Мне понравилась их универсальность. Вы же не будете слушать в них только музыку. Есть еще фильмы и игры. Здесь акцентированные упругие низкие частоты. Они не басхедные, но заметно подчеркнутые. Середина читабельная и разборчива, независимо от музыкального направления. Высокие стали приятнее, чем у предшественника. Теперь в них интереснее слушать симфоническую музыку и любую классическую. Что касается сцены, то она на удивление широкая. Этого часто не хватает закрытым наушникам. Позиционирования хватит для погружения в игры любых жанров. Фильмы со стереоэффектами произведут здесь особое впечатление. Итак, Sony WH-1000XM4 – одни из лучших наушников с активным шумоподавлением на сегодняшний день. Инженеры предлагают немного обновлений, но они есть, все они интересные и заслуживают внимания. Если вы искали полноразмерные беспроводные универсальные наушники с активным шумоподавлением, то обратите внимание на эти. Что думаете о новинке? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. Увидимся в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok